Священное Писание Будут задавать, а вы себе задавайте этот вопрос Кто я? Оригинал или копия? Вы знаете, что в Священном Писании Очень часто мы встречаем Копии Которые как будто были под Воздействием Духа Святого Как будто были под воздействием Божьим Но на самом деле Это люди, которые были влекомы Или владеющие Или которые Вводились только своими чувствами Которые вводились только своими Похотями И жили на этой земле И между тем они говорили, что мы Признаем Всевышнего, что мы ходим Под Богом Хотел бы вместе с вами Поделиться Одним местом Священного Писания Хочу, чтобы мы открыли Священное Писание Это будет Евангелие от Матфея 13 глава 24 стих С 24 по 30 Другую прежде предложил им Говоря Царство Небесное Подобно человеку Посеявшему доброе семя На поле своем Когда же люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей И плевелой И ушел Когда взошла зелень И показался плод Тогда явились и плевелы Придя же рабы Домовладыки Сказали ему Господин Не доброе ли семя Сеял ты на поле твоем Откуда же на нем плевелы Он же сказал им Враг человек Сделал это Арбе сказали ему Хочешь ли Мы пойдем Выберем их А он сказал нет Чтобы выбирая плевел Вы не выдергали Выдергали вместе с ними пшеницы Оставьте расти вместе То и другое до жатвы И во время жатвы Я скажу жнецам Соберите прежние плевелы И соберите прежде плевелы И свяжите их в связке Чтобы сжечь их А пшеницу уберите Житницу мою И дальше Христос Объясняет Это место Это 36 стих По 43 Тогда Иисус отпустив народ Вошел в дом И приступив к нему Ученики его сказали Изъясни нам притчу О плевелах на поле Он же сказал им в ответ Все ищи доброе семя И сын человеческий А поле есть мир Доброе семя Это сыны царствия А плевелы сына лукавого Враг посеявших Есть дьявол Жатва есть кончина века А жнецы суть ангелы Посему Как собирают плевелы И огнем сжигают Так будет при кончине века сего Пошлет сын человеческий Ангелов своих И соберут из среды Его все соблазны И делающих беззаконие И вернут их в печь огненную Там будет плач И скрежет зубов Тогда праведники Восияют как солнце В царстве отца их Кто имеет уши Слышать Да слышит Вы знаете Это место очень интересно Тем что Христос начинает Говорить прищем От одной из Начальных притч Иисуса Христа Казалось бы С первого взгляда Или с первого так Чтения Оно все ясно Христос объясняет Что царствие небесно Подобно одному человеку Который что-то посеял На поле своем Пшеницу И вдруг появились Плевелы Первый момент Который Притч-то выводит Скажем так Или высвечивает Это то Что есть плевелы И есть пшеница Когда мы вместе с вами Смотрим В энциклопеде Мы начинаем искать Что такое плевелы вообще Вы знаете Когда до сих пор Я читал это место Мне почему-то казалось Что плевел Знаете Есть такая трава Который обвивается Вокруг Вот кукуруза Вокруг Пшеницы И она просто мешает Ей расти Но когда я начал смотреть Что такое плевел То я просто думаю Господи Помоги мне Не быть плевелом Знаете Что самое интересное Что плевел И пшеница Сто процентов Похожи друг на друга Полностью Да Мы сейчас зайдем на это Почему туда даже и сказано Что когда оно потом появилось Когда пришли рабы Это потом было Но в начале В процессе Я вот даже смотрел Описание Абсолютно Один и тот же род Скажем Этой травы Ну просто вот Определить Очень трудно И даже Я думаю Человек Который не знает Как выглядит Пшеница Семена Трудно будет ему Самому отличить Плевело От пшеницы Вот то есть Семена пшеницы И семена плевела Я думаю Это интересно Как это в царстве Божьем Находится Две категории людей И Бог говорит Что одни в категории Плевелы А другие в категории Пшеницы И знаете Когда вот ты думаешь И размышляешь Думаешь Господи Интересно Вообще Какой я категории Где я нахожусь Ведь На собрании мы ходим Петь мы поем В чаши мы участвуем В другие служения Мы участвуем Да вроде бы Мы все одинаковые Христос говорит Что В царстве небесное Подобно Вот этой притче И хотел бы Прочитать Некоторые моменты Что говорит Энциклопедия Например О плевелах Вот смотрите Этот плевел Называется Правильное По латыни Лолю А в русском Еще называют Его плевел Опьянеющий В зерновках В плевело Опьянеющий Засоряющего Преимущественно Хлебные злаки Развивается Гриб Вырабатывающий Ядовитый Алкалоид Тимулин Поэтому Потребление Хлеба И корма С их примесью Вызывает Отравление Людей И домашних Животных Кстати Почти По единодушному Мнению Значительная часть Именно этот вид плевела Плевел Опьянеющий Упоминается В Священном Писании И Христос говорит Что Царствие Мое Подобно Одной части Пшеница Семена хорошие Можно сделать муки И поесть А с другой стороны Тоже пища Можно покушать Отравиться Даже в некоторых Моментах Можно Умереть Плевел Это то Что практически На 100% Похоже на Оригинал Пшеницу До всхода Плода Плевел Всходит В 2-4 раза Быстрее пшеницы Также Плевелу Необходимо Переплетаться С корневой Системы Пшеницы Чтобы жить Семена Плевела Очень похожи На пшеничный Отличаются Только цветом Семена Также Доводят Жертву До опьянения И иногда Смерти Вы понимаете Что Оказывается Даже Плевел Как-то Без пшеницы Может быть И жить Не может Но знаете Что вот В другой части Плевел Он употребляется Я читал Что например Где-то Где надо Газоны посадить Красивые Хорошие Если его Вовремя косить Очень красивая Трава растет Но однако Христос Говорит Что Эти два Как будто Схожих Вида Людей Они Находятся В царстве Божьем Другой момент Очень интересный Что Можно Различить Пшеницу От Плевела Только Тогда Когда Начинает Спивать Или Поспевать Поспевает Пшеница Когда Появляется Колосок На пшенице Тогда Можно Различить И увидеть Плевела Другая Очень интересная Мысль Которая Есть В этой Притче Это о том Что Дьявол Приходит Только Тогда Когда Люди Начинают Засыпать И Другая Очень Интересная Мысль Которая Есть В этой Притче Это Ответственный За Посевом Это Хозяин Или Домовладыка Потому Что Люди Подошли К Домовладыке И говорят Слушай Не добрый Ли Ты Семя Посеял Знаете Я Хотел бы Немножко Остановиться Что Касается Сна Христианина Сон В жизни Христианина Или В жизни Верующего Человека Это Неотъемлемая Часть Потому Что В 25 Главе Евангелие От Матфея Христос Говорит О Дева Что Уснули Все И Мудрые Неразумные И Это Говорит О том Что Сон Он Приходит Даже Может быть И В церковь И Почему Очень Часто В Откровениях Христос И Говорил Церквям Что Бодрствуйте Бодрствуйте Бодрствуй Потому Что Настанет Время Сна Где Ты Должна Или Может быть Ты Уснешь Но Ты Должна Будешь Бодрствовать Знаете Что Бы Означало Бы На Сегодняшний День Сон Который Приходит В церковь Или Сон Который Приходил Вот Сегодня Тоже Брат Петр Читал Это Откровение Если Посмотреть Что Касается Абсолютно Всех Церквей Как Приходил Сон В Жизнь Церкви Это Приходит Где Царь Говорит Что Не надо Поклоняться Какому-то Богу Если Не Ошибаюсь Вы Тоже Читали За Маковейских Как Книги Маковейских Когда Царь Говорит Одному Богу Будем Служить В Одном Храме Будем Поклоняться И Одному Богу Будем Поклоняться Может Быть Одну Жертву Будем Приносить Зачем Вам Приносить Столь Разные Жертвы Давайте Вместе Соберемся Кстати Эта Идея Очень Сильно Сегодня Процветает И Среди Христианских Деноминаций Но Смотрите Первое Послание Фессалоники Сам Пятая Глава Написаны Такие Слова С Третьего Стиха Ибо Когда Будут Говорить Мир И Безопасность Тогда Внезапно Постигнет Их Пагуба Подобно Как Братья Подобно Как Мука Родами Постигает Имеющие Во чреве И не Избегнут Но Вы Братья Не во тьме Чтобы День Застал Вас Как Тать Ибо Все Вы Сыны Света И Сны Дня Мы Не Сны Ночи Ни Тьмы И так Не Будем Спать Как И Прочий Но Будем Бодрствовать И Трезвиться Ибо Спящие Спят Ночи И Упивающиеся Упиваются Ночью Мы же Будучи Сынами Дня Дотрезвимся Облегшись Броне Веры В любви И шлем Надежды Спасения Даже Павел Говорит О том Что Что касается Ночи Что касается Упиваются Ночью Поэтому Сон Для Этого Человека И там Написаны Такие слова Что Когда же Люди Спали Пришел Враг его В другом месте В другом Переводе Я читал Что Когда же Рабы Спали Пришел Враг его То есть Другой момент Может быть Эти люди Должны были Стоять На страже И Бодрствовать И наблюдать Когда же Враг Захочет Прийти Чтобы Посеять Знаете Плевел Я думаю Что Даже Враг Приходил Каким-то Видимым Образом Он не Приходил В каком-то Духе Может быть Невидимым Он приходил Видимым Образом Но Вся проблема Была в том Что Люди Спали Хочу Дальше Идти Что Написано 26 стихом Написано Так Когда Зашла Зелень И Показался Плод Тогда Явились И Плевел Это Настолько Знаете Для меня Это Настолько Сложная Мысль Именно В чем Сложная Мысль Вот Скажите Сегодня Мы Приносим Плод Приносим Но я Читаю Тут И написано Так Когда Взошла Зелень И Показался Плод Если Мы Приносим Плод Если Ты Дорогая Душа И Дорогой Друг Приносишь Плод Ты Видишь Рядом С собой Сидящего Или Ходящего Или Другого Человека Плевел Или Нет И Вообще Вот Эта Мысль Она Даже Как-то Не Слаживается Ну А Как Это Мы Приносим Плод И Только Когда Мы Видим Плод На Пшенице Тогда Мы Начинаем Понимать Что Это Плевел Но И Это Есть Объяснение Священного Писания Что Можно Различить Сегодня Пшеницу И Плевел И Смотрите Что Когда Мы Читаем Матвея Немножко Раньше Иисус Христос В Нагорной Проповеди В Седьмой Главе С пятнадцатым Стихом Он Ученикам И людям Которые Были На Той Горе Говорил Так Берегитесь Лжепророков Которые Приходят К вам В овечьей Одежде А Внутри Сути Волки Хищни По Плодам Их И Узнайте Их Собирают Ли С терновника Виноград Или С репейника Смоквы Так Всякое Дерево Доброе Приносит И плоды Добрые А худое Дерево Приносит И плоды Худые Не может Дерево Доброе Приносить Плоды Худые Не дерево Худое Приносить Плоды Добрые Всякое Дерево Не приносящего Плода Доброго Срубает И бросает В огонь И так По плодам Их Узнайте Их Два раза Христос Говорит По плодам Их Узнайте Их И если Мы сегодня Говорим Что мы Приносим Плод И знаете Друзья Если я Смотрю На свой Плод И он Не соответствует Тому Чему Меня Учили О чем Я слышал Что мне Говорили Что проповедовали В церкви Я должен Задаться Очень серьезным Вопросом Кто я Я Оригинал Божьей Пшеницы Или Может быть Или Может быть Левел Вы знаете Эта Причь Именно В моем Разуме Она Как-то Очень Резко Знаете Ставит Все На своем Месте Знаете Вот Как-то Вот Если В другом Месте Читаешь Причь Иисуса Христа Может быть Как-то Как будто Как будто Мягкий Характер Чувствуется А тут Как будто Сразу Знаете Все По полочкам Приносишь Плод Вот Когда Будет Плод Ты Посмотришь Увидишь Ага Что это За плод И знаете Что самое Интересное Что Обратите Внимание По всей Прички Христос Посадил Пшеницу Сын Человечески Написано Пришел Дьявол И посадил Плевелы И нигде Не сказано Об покаянии Плевелах Нигде Не сказано Об обращении Того Что плевел Стал Пшеницей И это Еще Серьезнее Фраза И это Еще Серьезнее Мысль О том Что Может быть Когда Человек Спал Когда Ты Спишь Пришел Некто Который Посадил Плевел И ты Живешь Вместе С ним Я хочу Друзья Чтобы мы Сегодня Очень Задумывались На тем Что мы Сегодня Приносим И на Кого Мы Похожи И знаете Когда Пришли Дальше Люди К домовладыке Хозяину Хочу Перейти К 28 Стиху С 27 Придя Жи Рабы Домовладыки Сказали Ему Господин Не доброе Ли семя Ты сеял На поле Твоем Откуда Жи На нем Плевело Он же Сказал Им Враг Человек Сделал Это А рабы Сказали Ему Хочешь Ли Мы Пойдем И Выберем Их И тут Мы Встречаем В этом Стихе Как будто Вот Знаете Сопоставление Черное С белым Чма Свет Добро И зло И Когда Спросили Хозяина Потому что Хозяин Видел Знаете Написано Что Рабы Уснули Или Люди Уснули А Хозяин То знал Кто Пришел И Посеял И Говорили Что Враг Человек Сделал Это Арабы Сказали Хочешь Ли Мы Пойдем И Выберем И Знаете Всегда В жизни Человека Внутри Его Борется Как будто Всегда Две Силы Как будто Всегда Два Голоса Которые Говорят С одной Стороны Хорошие Ты должен Побеждать Ты должен Идти Ты должен Быть Таким Ты должен Делать То А с другой Стороны Голос Который Постоянно Ставят Всегда Под сомнение Смысли Того Голоса Который Направляет Тебя На Истинный Хороший Путь И Знаете Во Второе Послание Коринфианам Апостол Павел Пишет И задает Коринфианам Очень Серьезный Вопрос Я думаю Что Вопрос Который Звучит И Сегодня Ко Мне Первому Шестая Глава С Четырнадцатого Стиха Он Говорит Так Не Преклоняйтесь По чужой Ярмо с неверными Ибо Какое Общение Праведности С беззаконием Что Общего У света С тьмою Какое Согласие Между Христом И Вильяром Или Какое Соучастие Верного С неверным Какая Совместность Храма Божия С идолами Ибо Выхорам Бога Живого Как Сказал И Написано В 17 Стихе И Потому Выйдите Из среды Их И отделитесь Говорит Господь И Не Прикасайтесь К нечистому И Я Приму Вас Вопрос Откуда Выйти Отчего Отделяться И Даже Павел Вот К церкви Обращается И Я думаю Что Это Люди Которые Не нуждались Написано Ни в каком Не имели Недостатка Ни в каком Даровании Но Все же Павел Им Говорит Слушайте Вы Должны Отделиться Вы Должны Выйти Какое Сообщество Какая Совместность Что Общего Света Снимою Но Тут Христос Говорит Дальше В этой Причине Написано Так Что Дама Владыка Говорит Этим Людям Рабам Которые Уже Были Готовы Идти Я думаю Что Были Готовы Серп Взять Пойти Как-то Очистить Пшеницу От Плевела И Смотрите Что Он Говорит Оставьте Расти Вместе То И Другое До Жатвы И Во Время Жатвы Я Скажу Жнецам Соберите Прежде Плевела И Свяжите Их В Связки Оставьте Расти Все Вместе И Опять Спрашиваю Что Это За Царствие Божие Что За Царствие Небесное Которое Христос Объясняет И Говорит Что Оставьте В этом Царстве Небесном Чтобы Оно Росло Все Вместе Оставьте Расти Все Вместе И Вы Знаете Вот Когда Я читал Что Касается Вопрос Пшеницы Там Написано Что Плевелы Они Очень Любят В Корне Связываться Пшеницы И Поэтому Дама Владыка Говорит Что Это Очень Опасно Сейчас Выдергивать Плевела Можно Выдернуть И Пшеницу Оставьте Все Вместе Я Думаю Что Тут Говорит Лишь О том Что Владыка Больше Переживал За Пшеницу Чем О Плевелах Или О состоянии Или Просто Воздать Этим Плевелам За то Что Они Пришли Во Первых Пшеница Нуждается В воде Пшеница Тоже Нуждается В витаминах Пшеница Нуждается В тех Минералах Которых Есть В земле Но Тут Появился Еще Один Потребитель Появился Какой-то Плевел Который То же Самое Выбирает Или Вытаскивает Или Берет Все Из земли И С другой Стороны Можно Было Подумать Что Если Пшеница Росла Без Плевела На самом деле Больше Простора Больше Витаминов Больше Воды Может Быть И Плод Был Лучше Но Тут Христос Говорит Что Домовладыка Сказал Ни в коем Случа Нельзя И С другой Стороны Я думаю Что Если Бог Начал Судить Этот Мир Если Бог Начал Сразу Судить Поступки Некоторых Людей Которые Сегодня Делают Которые Знают Суд Божий Которые Знают Правильно Написано Суд Божий Которые Знают Что Можно Что Нельзя Чтобы Пшеница Просто Устрашилась Может Быть Характер Этой Пшеницы Просто Какой-то Бы Страх Вошел Хотя Знаете Когда Мы Читаем Смотрите Первое Первую Церковь Когда Мы Читаем Деяния Святых Апостолов Написано Что Было У них Все Едино Что У них Было Общее Сердце Что Нужда Моя Это Было Нуждой Церкви Что Люди Так Старались И Знаете Как Дух Святой Давал Людям Вот Просто Открывал И Говорил Вот Это Пшеница Вот Это Плевел И Казалось Бы Вот Например Вот Вспомните Ананию Сапфиру Это Люди Может Быть Которые Пришли В Церковь Это Люди Которые Были Частью Церкви Но Обратите Внимание Что Жило В Человеке А Что Жило В Сердце Человека Там Написано Что В Сердце Человека Жила Или Была Ложь И Вот Ложь Это То Что Написано Ненавидит Господь Что Не Любит Господь Что Противно Ачам Божьим Это Как Один Из Примеров И Казалось Бы Бог Сразу Как То Совершил Суд Суд В Церкви И Просто Убрал Грех Убрал Плевел Осталась Пшеница Но Последующее Время Может быть Сегодняшний День Мы Очень Изредка Будем Встречать Такое Хотя Пророческим Словом Очень часто Вот Особенно Последнее Время Кто Обращает Внимание На Пророчества Которые Говорятся В церкви Что Бог Будет Приходить В каждом Доме Бог Будет Судиться С каждым Домом Бог Будет Проверять Каждого Человека Для Чего Я думаю Что Где-то Даже Есть Эта Мысль У Бога Чтобы Сохранить Церковь Свою Сохранить Избранных Своих Чтобы Другая Часть Который Может быть Не Хочет Человек Лениться Человек Допускает Может быть Акцептирует Все Что Есть В этом Мире И так Можно Служить Богу И так Можно Приходить В собрание Знаете Написано Апостол Павел Говорит Уже К Тимофею Что В последние Времена Будут Времена Тяжкие И там Написано Что Будут Избирать Учителей Которые Льстили Без Слуху Друзья Будут Избирать Учителей Кто Народ Люди Которые Слушают Учителей И Может Быть Что Человек Вчера Слушал Священное Писание Слушал Истину Позавчера Третьего Дня Но Вдруг Настал Такой Момент Что Человек Просто Опровергает Священное Писание Опровергает Существование Христа Опровергает Что Христос Пришел Воплоти И Многие Другие Теории Которые Сегодня Ходят По Церквям Полное Опровержение И Написано Что Люди Начинают Искать Себе Учителей Которые Блестили Слуху Эта Притча Говорит Ни О чем Другом Как О том Чтобы Ты И я Очень Сильно Задумывался В Каком Сегодня Я Положении Кто Я Сегодня Знаете И Вот Что Говорит Домовладыка Рабам Своим Которые Были Уже Готовы Срубить Плевело Он Свяжите Их Связки Чтобы Жечь А пшеницу Уберите В житницу Мою Сначала Бог Говорит Так Что Надо Будет Истребить Зло Истребить Грех Для 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 Чтобы Для Пшеницы Был Простор Когда Мы Читаем Третью Книгу Ездры Есть Написано В Седьмой Главе С Тридцать Пятого Сиха Написаны Такие Слова Затем Последует Дело Откроется Воздаяние Восстанет Правда Перестанет Господствовать Неправда Откроется Озеро Мучений А против Него Место Покоя Видна Будет Печь Гиена А против Него Рай Сладости И Скажет Тогда Всевышний Пробудившимся Народом Посмотрите И поймите Кого Вы Отвергли Кому Вы Не Служили И Чьи Заповеди Вы Призрели И Когда Мы Читаем Матвея 24 Главу Уже Христос Подверждает Тоже Эти Слова 24 Глава 29 Стиха Написано Так И Вдруг После Скорби Дней Тех Солнце Померкнет И Луна Не До света Своего И Звезды Спадут С неба И Силы Небесные Поколеблются Тогда Явится Знамение Сына Человеческого На небе И Тогда Восплачиваются Все племена Земные И Увидят Сына Человеческого Грядущего На облаках Небесных Силою Славу Великую И Пошлет Ангелов Своих С трубой Грамогласную И Соберут Избранных Его От Четырех Ветров От Края Небес И До Края Вот Христос Подтверждает Эту Прищу Говорит Что Настанет Время Когда Ангелы Придут Чтобы Забрать Избранных В Житницу Свою Еще раз Хочу Прочитать Объяснение Иисуса Христа С 36 С 36 Стиха 13 главы Евангелия От Матфея Тогда Иисус Отпустив Народ Вошел В дом И Приступив К нему Ученики Его Сказали Изясни Нам Причтью О Плевелах На Поле Он же Сказал Им В ответ Сеющие Доброе Семя Есть Сын Человеческий В поле Есть Мир Доброе Семя Это Сыны Царствия А Плевелы Сыны Лукава Враг Посеявших Есть Дьявол Жатва Есть Кончина Века А Женицы Суть Ангелы Посему Как Собирают Плевелы И Огнем Сжигают Так Будет При Кончине Века Сего Пошлет Сын Человеческих Ангелов Своих И Соберут Из Царства Его Все Соблазны И Делающие Беззаконие Еще раз Считаю место Пошлет Сын Человеческих Ангелов Своих И Соберут Из Царства Его Все Соблазны И Делающие Беззаконие Знаете Для меня Эта мысль Очень страшна Как это Прийти в Царствие Божье И Забрать Оттуда Делающих Беззаконие И Всех Тех Которые Делают Соблазны Я хочу Что Вместе Еще раз Прочитали Посему Как Собирают Плевелы И Огнем Сжигают Так Будет При Кончине Века Сего Пошлет Сын Человеческих Ангелов Своих И Соберут Из Царства Его Все Соблазны И Делающие Беззаконие И Вернут Их В Печь Огненную Там Будет Плач И Скрежет Зубов Тогда Праведники Восияют Как Солнце В Царстве Отца Их Кто Имеет Уши Слышать Да Слышать Я Не Опровергаю Слова Иисуса Христа Что Поле Это Мир Я Не Опровергаю Ни В Коем Случа Никакое Слово Которое Священное Писание Только Я Задаю Себе Вопрос Если Христос Будет Очищать Царствие Свое Оказывается В Царстве Его Что-то Надо Очищать Что-то Надо Чистить Кому-то Может Быть Надо Освещаться Кому-то Еще Надо Приближаться К Богу Друзья Знаете Пусть Всевышний Нам Поможет Потому Что Христос Говорит Что После Дней Всех Тих Праведники Воссияют Как Солнце В Царстве Отца Их Лично Я Хочу Сиять В Царстве Отца Моего Я думаю Что Каждый Кто Тут Есть Хочет Воссиять В Царстве Отца Своего И Если Есть Собласть И Если Есть Еще Беззаконие То Шанс Сюда Пойти Или Попасть Очень Мало Да Благословит Нас Господь В процессе Освещения Наших Что Может Быть Если Дух Святой Говорит Что Делать Нельзя Что Мы Ни В коем Случа Этого Не Делали Потому Что Вот Сейчас Паша Проводил Беседу С Детьми Я Задумывался Вот Смотрите Что Говорит Саулу Самуилу Тяжело Мне Очень Филистимляне Воюют Против Меня А Бог Отступил От Меня И Более Не отвечает Мне Ни через Пророков Ни во сне Ни в видении Потому Я вызвал Тебя Вы знаете Насколько Тяжело Человеку Которому Не Говорит Бог Насколько Страшно Для Человека Которому Не Говорит Бог И Если К тебе Господь Не Говорит Ты Должен Задаться Вопросом А что Случилось Почему Связь Прервена А если Тебе Нравится Это Состояние То Ты Еще Больше Должен Задаться Вопросом Почему Мне Это Удовлетворяет Почему Мне Это Нравится Друзья Человек Все равно Понимает Что Хорошо И Что Плохо И Несмотря На Плохое Состояние Саула А душа Кричала К Богу И говорит Тяжело Мне Очень Потому Что Ты Со Мно Не Общаешься Я хотел Чтобы С нами Дух Святой Сегодня Общался Я хотел Чтобы С нами Сегодня Иисус Христос Общался И пока Есть Возможность И время Исправления Чтобы Мы Исправлялись И чтобы Нужное Время Мы Воссияли В Царстве Отца Нашего Небесного Аминь Субтитры